Большой брат присматривает за тобой. В Екатеринбурге компания молодых людей похитила огнетушитель из салона муниципального автобуса и, как им казалось, сделал это незаметно. Действительно, ни водитель, ни кондуктор не увидели момента кражи, зато ее увидело недремлющее око камер наблюдения. Накануне в 21.41 трое молодых людей вошли в автобус 54 маршрута на остановке торговый центр Гринвич. Парни встали на центральной площадке, купили у кондуктора билеты, а когда освободились места, заняли два дивана у заднего выхода. Обычно современные пассажиры мало обращают внимания как на своих спутников, так и на происходящее вокруг, предпочитая реальные жизни события виртуального мира. Ну, у одного из героев этой истории через полчаса поездки, видимо, сел аккумулятор телефона или кончился интернет-трафик, и он, оглядевшись вокруг, увидел огнетушитель, удерживаемый специальным приспособлением между спинками кресел. Произошло это на остановке Центр микрохирургии Глаза по улице Бардина. Своими планами совершить кражу автобусного оборудования молодой человек с крашенными волосами поделился со своими друзьями, и последующие пять минут будущий воришка уже не мог усидеть на месте, так и эдак пристраиваясь к предмету своего вожделения. Наконец, на остановке в академическом микрорайоне компания друзей выскользнула из автобуса, унеся баллон цвета волос одного из героев. Учитывая незначительную стоимость похищенного огнетушителя, сотрудники МУП ГорТранс не стали подавать заявление в полицию, но сообщили, что без огнетушителя работающие на газу автобусы на линию выпущены быть не могут. Так что если на следующий день жители академического ждали автобус дольше обычного, они должны знать, кому за это поклониться в ноги. Кстати, чтобы снабдить этот масс новым огнетушителям, муниципальному предприятию придется сначала объявить конкурс среди поставщиков, потом провести тендер, выбрать победителя, перечислить ему деньги и дождаться выполнения муниципального контракта. Конечно, один-два огнетушителя в автопарке в запасе всегда найдутся, но как только запас исчерпает себя, автобусы будут сниматься с маршрутов. И да, еще один момент. Этим парням повезло, что за проезд они расплачивались наличными. Если была бы использована Е-карта, личности воришек могли быть установлены в течение нескольких минут.